Всем привет! На связи Роман Селихудинов. Сегодня в Компас 3D мы с вами создадим деталь с конкурса Model Mania 2023. Недавно эту деталь я делал в Solidworks. Решил показать как ее сделать в Компас 3D. Мы также будем делать два варианта. И вот когда будем делать второй вариант в Компас 3D, там есть свои нюансы. Изменять угол проще намного в Компас 3D. То есть забегу вперед и скажу, что мы с вами просто угол плоскости изменим вспомогательно и у нас элемент повернется. Но вот с прорезью там придется повозиться. В Компас 3D нет команды PASS, прорезь. Там есть библиотечный элемент. И вот при вставке данного элемента библиотечного есть свои нюансы. Обо всем вы сейчас увидите. Ну а если вы еще не получили мой бесплатный видеокурс по Компас 3D, обязательно его получите. Ссылочка будет в описании. Желаю вам приятного просмотра. Сегодня в Компас 3D мы с вами создадим деталь с конкурса Модуль Мания 2023. Создавать будем деталь в двух вариантах. Перед вами первый вариант. Недавно эту деталь я показывал, как создать в Solidworks. Если вам интересно, то ссылочка будет в описании. Данную деталь будем создавать по чертежу. Рекомендация к вам, сделать скриншот и попробовать создать данную деталь самостоятельно. Ну а после сравнить свой ход построения с моим. Давайте проанализируем деталь. Центральная часть в виде цилиндра. Диаметр 50 миллиметров. Справа две проушины. Слева выступающая часть. Здесь выполнено полное скругление. Также есть два отверстия с цыковкой под винт М6. Вот первое отверстие, второе отверстие. Размеры даны. Диаметр отверстия 6,6 миллиметра. Диаметр цыковки 11 миллиметров и глубина цыковки 6 миллиметров. Если посмотреть на этот вид, то здесь видно, присутствует вырез в виде шестигранника. Красным выделены все ребра, которые нужно скруглить. Радиус скругления 2 миллиметра. Все размеры здесь для построения данный материал. Простая углеродистая сталь. Покажу ход построения для тех, кто создает данную деталь вместе со мной. Это первый вариант. После, как я уже сказал, мы с вами создадим второй вариант. Первым делом мы с вами создадим центральную часть. Выдавим цилиндр. Затем создадим касательную плоскость. На ней создадим эскиз. В эскизе создадим две области. Выдавим нужную область. Далее выполним полное скругление. Затем мы с вами создадим проушину. Далее создадим отверстие. При создании отверстия мы с вами также будем создавать локальную систему координат. При создании отверстия расскажу для чего. Два таких отверстия стыковкой. Далее создадим здесь вот вырез в виде шестигранника. Затем создадим вырез 2 миллиметра. Ну и создадим отверстие. Выполним скругление. Вот такой ход построения. Начнем. На панели системно нажмите по кнопке создать и выберите новый документ деталь. Первый элемент будем получать с помощью команды элемент выдавливания. Запускаем данную команду с панели элементы тела. Создаем эскиз в самой команде и укажем плоскость xy для создания эскиза. Запустите команду окружность. Центр окружности в точке начала координат. Произвольно создаем. Далее запустите команду авторазмер. Я запустил с помощью горячей клавиши. Диаметр 50 миллиметров. Эскиз полностью готов. Выйдем из режима эскиз. Поле расстояние активно. Вписываем 30. Курсор никуда не перемещаем. И опцию симметрично включаем. Нажимаем колесико мыши либо ok. Первый элемент мы с вами создали. Завершим команду. Сейчас нам нужно создать вспомогательную плоскость касательно вот к этой цилиндрической поверхности. С панели вспомогательные объекты запускаем команду смещенная плоскость. В заголовке окна параметров выберем команду касательная плоскость. Укажем поверхность вращения. Кликнем по цилиндру и укажем базовую плоскость. В качестве базовой плоскости выберем плоскость Z игрок. Она у нас с той стороны. Положение 2. Включим и нажимаем ok. Далее завершим команду клавишей escape. Кликнем по плоскости и создадим на ней эскиз. Я немножко уменьшу. Запустим команду прямоугольник. Первая вершина будет в этой точке. Привяжемся. Кликнули. Произвольно создаем прямоугольник. Далее с панели ограничения запускаем команду выравнивание. Укажем первую точку, вторую и укажем вот эту горизонтальную линию для выравнивания. Запустим команду авторазмер и укажем длину прямоугольника 65,5. Наш эскиз полностью определен, но это еще не все. Мы сейчас еще одну область создадим. Опять же запустите команду прямоугольник. Произвольно создадим прямоугольник. Далее запустите команду авторазмер. Длина прямоугольника 30. Как я хорошо попал. И ширина прямоугольника 14 миллиметров. Ну и сейчас мы с вами совместим среднюю точку вот этого отрезка с точкой начала координат. Опять же с панели ограничения запустим команду объединить точки. Укажем вот посмотрите. Привязка сработала. Поднесли, кликнули. Первая точка, вторая. Все привязали. На панели быстрый доступ. Нажмем по кнопке отображать степени свободы. Степеней свободы нет. Перейдем к выдавливанию. С панели элементы запустим команду элемент выдавливания. Сечение здесь попал эскиз 2. Уберем его отсюда, потому что мы с вами сейчас будем выдавливать области. Давайте кликнем. Поднесем курсор, кликнем. Будем выдавливать область. Вот эскиза 2. Вот эту область. Напомню, что данная возможность появилась в 19 версии Компас 3D. Если у вас более ранняя версия, у вас не получится выдавить несколько областей. То есть вам нужно будет в эскизе удалять все ненужные линии, чтобы у вас эскиз имел вот такой вид, как эта область. Поле расстояние активно. Впишем 15. Ну и сменим направление. Нажмем по кнопке сменить направление. Нажимаем колесико мыши. Все, мы с вами выдавили элемент. А сейчас выполним полное скругление. С панели элементы тела запустим команду полное скругление. Опять же, напомню, что данная команда появилась в 19 версии. Боковые грани. Окно активно укажем. Первую боковую грань. Далее кликнем сюда боковые грани 2. Укажем вторую грань боковую. И кликнем в поле центральная грань. Укажем центральную грань. Нажимаем колесико мыши. Полное скругление выполнено. Сейчас мы с вами создадим проушину. Давайте посмотрим на чертеж. Вот эту проушину создадим. Здесь радиус 12,5. И также нам понадобится вот этот справочный размер 42,5. Запустим команду элемент выдавливания. Создадим эскиз в самой команде. Укажем плоскость ZX для создания эскиза. Увеличим. Нажмите левую кнопку мыши. Запустите команду автолиния. Начнем вот отсюда. Произвольно ведем горизонтальную линию. Далее идет создание второй линии. Нажимаем правую клавишу мыши. Тип сегмента. Выбираем дуга. И создаем дугу. Посмотрите. Привязка сработала. Кликнули. Далее нам нужно опять же переключиться на сегмент линия. Переключились. Создаем линию. Опять же до привязки. Кликнули и вот так вот замыкаем. При создании здесь вот касательность не задана. Давайте ее зададим. С панели ограничения. Запускаем команду касания. Укажем первый объект, второй объект. Все касание здесь мы с вами выполнили. Далее запустите команду авторазмер. Укажем радиус дуги 12,5 миллиметров. Ну и сейчас мы с вами точку начала координат и среднюю точку этого отрезка соединим. Запустим команду объединить точки. Укажем среднюю точку и точку начала координат. Готово. Опять же запустить команду авторазмер и укажем размер от этой линии до этой точки. Вот этот размер 42,5 миллиметров. Степеней свободы нет. Выйдем из режима эскиз. Поле расстояние активно впишем 30 и включим опцию симметрично. Создадим данный элемент. Посмотрите, проушина готова. Далее мы с вами создадим два отверстия с циковкой. С панели элементы тела запустите команду отверстие простое. Диаметр отверстие укажем 6,6. Ну и в заголовке окна параметров переключимся. Выберем отверстие с циковкой. Укажем поверхность, где будем создавать отверстие. Кликнем вот по этой грани. Далее здесь глубина. Выберем до объекта и укажем вот эту грань. Указали. Далее диаметр циковки 11 миллиметров. Сюда впишем глубина 6 миллиметров. Далее перейдем в секцию размещения. Здесь стоит у нас по умолчанию смещение от двух объектов. Мы конечно можем сейчас задать, но если в дальнейшем данная деталь будет меняться, то соответственно при изменении ширины этого элемента отверстие уже будет не в центре. Нам нужно, чтобы отверстие всегда было в центре. То есть, чтобы ось отверстия совпадала с центром вот этой дуги. Как сделать? Давайте выберем способ размещения по координатам на плоскости. Посмотрите, система координат. У нас здесь начало координат. Вот видите? Давайте создадим локальную систему координат. Здесь вот нажимаем по кнопке построить локальную систему координат. Способ выбираем по объекту. Ну и укажем объект. Укажем вот эту дугу. Посмотрите, вот центр дуги и у нас ось отверстия будет совпадать с центром дуги. Я нажимаю ОК. То есть, колесико мыши. Посмотрите, локальная система координат задана. И здесь размеры по x0 и по y0. В дальнейшем, если у нас деталь изменится, например, вот эта ширина у нас изменится, то у нас всегда ось отверстия будет проходить через центр дуги. Какая бы здесь ширина ни была, в дальнейшем у нас всегда будет в центре данное отверстие. Все параметры заданы. Я нажимаю ОК. Посмотрите, отверстие с цыковкой создано. Команда активна. Далее укажем поверхность, где будем создавать второе отверстие. Кликнем по этой грани и укажем с вами объект. У нас стоит до объекта. До какого объекта? Повернем деталь, кликнем по этой грани. Здесь все параметры, диаметр цыковки, глубина, все осталось. Единственное, нужно опять же изменить размещение. Давайте выберем по координатам на плоскости и опять же создадим локальную систему координат. Нажимаем по кнопке «Построить локальную систему координат». Укажем здесь по объекту, укажем на вот эту дугу. Кликнули, нажимаем ОК. И здесь по Х0 пишем, по игрок 0. И здесь точно так же, если проушина изменится, у нас всегда отверстие будет в центре. То есть ось отверстия будет проходить через центр дуги. Нажимаем колесико мыши. Отверстие с тыковкой. Второе создано. Далее повернем деталь. Я завершу команду. И сейчас вот эту касательную плоскость я скрою. Правой клавишей кликну. Выберу «Скрыть». Сейчас мы создадим вырез в виде шестиграника. Кликнем по этой грани. Создадим эскиз. Запустим команду «Прямоугольник». Заголовки окна параметров. Выбираем многоугольник. Количество вершин 6. Способ построения. Выбираем по вписанной окружности. Укажем точку центра. Поднесем курсор. Кликнем. Произвольно создаем. Далее запустите команду «Авторазмер». И мы с вами проставим размер, как на чертеже от этой линии до этой линии. Здесь 11 мм. Так и сейчас давайте выровняем. Я завершу команду. Кликнем вот по этому отрезку. Запустим команду «Выравнивание». Кликнули. И укажем горизонтальную линию для выравнивания. Посмотрите, сейчас у нас эскиз переопределен. То есть, так получилось. Мы вроде бы ничего лишнего не делали, только выровняли, а эскиз переопределился. Это, конечно же, многим не нравится. Мне тоже. Давайте сейчас удалим какую-нибудь взаимосвязь, чтобы избежать этого. Вот я эту взаимосвязь удалю. Далее. Выйду из режима эскиз. Ну и запущу команду «Вырезать выдавливанием». Расстояние здесь впишем 6 мм. Так, направление верно. Я нажимаю «Ок». Посмотрите, вырез мы с вами создали. Команда «Активно». Продолжаем создавать вырезы. Давайте сейчас вырежем здесь отверстие диаметром 42. Создадим эскиз. Нажимаем по кнопке «Создать эскиз». Укажем вот эту грань для создания эскиза. Далее запустите команду «Окружность». Центр окружности будет в точке начала координат. Запускаем команду «Авторазмер». Указываем диаметр 42. Я нажимаю «Энтер». Выйдем из режима эскиз. И здесь выберем «Через все». Нажимаем «Ок». Отверстие создано. Ну а сейчас мы с вами создадим вот этот вырез. Толщина его 2 мм. Команда «Активно». Опять же нажимаем по кнопке «Создать эскиз». И выберем плоскость XY для создания эскиза. Запустите команду «Автолиния». Укажем начальную точку. Ведем до привязки. Вот со средней точкой. Кликнули. Эскиз готов. Выйдем из режима «Эскиз». Опция «Тонкостенный элемент автоматически включена». Давайте толщину сделаем 2. И выберем симметричная толщина. Вот что у нас получается. Ну и также включим второе направление. Способ «Через все». Вот что у нас получается. Посмотрите. Эскиз у нас содержит одну линию. Мы с вами здесь задали толщину 2 мм. Через все в оба направления. Нажимаем «Ок». И посмотрите, вырез создан. Деталь практически готова. Осталось выполнить скругление. Я нажимаю клавишу «Эскейп». Завершу команду. Также с панели «Быстрый доступ». Запущу команду «Скрыть все вспомогательные объекты». Ну и сейчас давайте выполним скругление. Запустите команду «Скругление». Радиус 2 мм. И укажем ребра, которые нужно скруглить. Укажем вот это ребро. Посмотрите по линиям перехода. Другие ребра также выделены. Далее кликнем по этой грани. Повернем вот по этой грани и кликнем. Здесь вот два ребра укажем. Раз, два. Далее кликнем вот по этому ребру. Здесь вот кликнем. Далее здесь вот в Solidworks. Не давало в одной команде все эти ребра выбрать. Компас 3D дает. Давайте укажем еще вот это ребро. Вот здесь вот так же укажем. Повернем и здесь укажем. Далее повернем, посмотрим, что еще нам нужно выбрать. Вот это вот ребро. И вот это. Давайте посмотрим, все ли я выбрал. Нет, не все. И также кликну вот по этому ребру. Укажу еще. Вот здесь вот ребро. Все готово. В принципе, вот картинка. Все ребра мы с вами выбрали. И сейчас давайте цвет сразу поменяем. Здесь вот отображение по источнику. Давайте выберем вручную. Кликнем сюда по палитре. Сделаем так, чтобы все скругления отображались красным цветом. Я нажимаю колесико мыши. Деталь готова. Завершим команду. И далее. Нажмем правую кладушь мыши. Свойства модели. Давайте также цвет у детали выберем. Желтый. Я нажимаю ОК. Первый вариант детали готов. Материал я не менял. Сейчас в дереве построения кликну по детали. Выберу здесь параметры. Посмотрите, сталь 10 и масса. В граммах скажу 340. Далее 607. Вот посмотрите, у вас должна быть точно такая же масса. Если такая же масса, то значит деталь вы сделали правильно. Кстати, по поводу массы деталей. Посмотрите на эти места, как выполнено скругление. Вот это как раз деталь, которую я вместе с вами создавал. Вот на эту часть посмотрите. И открою деталь, которую я создавал уже до видео. Посмотрите, как здесь выполнены скругления. То есть компас по-разному строит скругление. Все зависит от последовательности. И из этого у вас, конечно, некоторые цифры могут отличаться. Вот я сейчас покажу. Деталь, которую я создал до этого, здесь 34624. А давайте деталь, которую я только что создал. Здесь 34670. Вот из-за таких нюансов у вас также могут быть разные значения. Но должно быть 340. Вот первые три цифры, в принципе, должны быть такими же. Это у нас с вами первый вариант. Давайте сохраним его. Нажимаем по дискетке. И напишем, например, MM2023. Нажимаю сохранить. Переходим ко второй части. Перед вами чертеж. Все изменения, которые нужно выполнить, они обведены. Давайте посмотрим. В эту часть нужно повернуть на угол 45 градусов. Также размер этой части изменится. Длина 73. Также вместо отверстия с циковкой нужно создать прорезь. Вот размеры здесь даны. Ну и здесь также указано, что здесь диаметр 6,6 межосевое. Между ними 8 мм. Общий размер здесь 19. Ну и также здесь вот даны размеры. Этот диаметр 11. Вот сейчас мы это все сделаем. Для начала пересохраним нашу деталь. Выбираем файл. Сохранить как? Чтобы осталось. И здесь напишем вариант 2. И сразу скажу, что изменение. Угол поворота здесь намного проще, чем в Solidworks. Нам нужно только поменять угол у касательной плоскости. То есть не нужно там тела вращать и так далее. Давайте сейчас вот кликнем по этой плоскости. Я зашел в редактирование. Угол 0 градусов. И здесь нам нужно выбрать угол минус 45 градусов. Посмотрите. Вот наша плоскость. То есть получается этот угол 315 градусов. Ну а этот угол 45 градусов. Как раз. Я нажимаю ОК. Вот посмотрите. Поворот мы осуществили. И никаких ошибок нет. То есть просто угол изменили. И все. Это здорово. Так. Ну и сейчас давайте длину поменяем. Вот элемент выдавливания 2. Я сейчас вот кликнул по нему. Далее на панели быстрый доступ. Размеры выбранного элемента отобразились. Два раза кликну. И здесь впишу 73. Все. Длину я поменял. Ну и сейчас мы с вами отредактируем. Так. Давайте эту планочку поднесу до отверстия 1. Отверстие я выделю. Нажму Delete. Удалю его. И сейчас мы здесь создадим эскиз. Давайте кликнем. Создадим эскиз. Здесь вы можете встретить во многих источниках информацию о том, что в Компас 3D есть команда прорезь. Но на самом деле это не так. Есть всего лишь библиотечный элемент, который мы с вами воспользуемся. И библиотечный элемент это конечно же не полноценная команда. Для того, чтобы воспользоваться библиотечным элементом, выбираем здесь библиотеки и находим нужную библиотеку. Давайте выберем библиотека фигур и условных знаков. Далее выбираем фигуры, раскрываем список и нас с вами интересует паз. Мы сейчас два таких паза вставим и последовательно их вырежем. Но при вставке, конечно, есть свои нюансы, свои трудности. Два раза кликните, чтобы перейти во вставку фрагмента. Способ вставки давайте сразу же выберем с разрушения. Масштаб единица. Ну и давайте впишем значение. Длина 14,6 и ширина 6,6. Откуда эти размеры с чертежа? Давайте я вам покажу. Здесь, видите, диаметр 6,6. То есть получается 6,6. Нужно прибавить 8 и мы получим общую длину паза. 14,6. Размеры заданы. Давайте я куда-нибудь сейчас вставлю и нажимаю клавишу Escape. Второй паз пока не будем вставлять. И вот здесь свои трудности есть. Вот я сейчас кликну по пазу. Видите, точка есть, но я за нее не могу никуда перемещать. Вот за эту точку также не могу. За эту не могу. То есть он встал и зафиксировался. Сейчас ограничения никакие нельзя выполнить. Если бы я его вставил без разрушения, мне была бы доступна только вот эта вот точка. То есть я за эту точку мог бы куда-то привязать. Но мне нужно сейчас совместить центр дуги. Он примерно здесь вот с этим центром. Поэтому я сразу вставил объект разрушенным. Далее нам нужно выполнить с вами действия, о которых не каждый догадается. Для начала давайте кликнем по какому-нибудь объекту и нажмем по кнопке отобразить ограничение. Ну вот ограничение объекта. Сейчас просто нажимаем Escape. Ничего далее не указываем. И посмотрите, вот они все ограничения указаны. И вот нас интересует ограничение фиксации. Давайте кликнем по первому, удалим. Нажимаем клавишу Довета. Кликнем по второму, удалим. Сейчас вот эта точка доступна. За нее можно перемещать. Но у вас есть одна попытка. Сейчас покажу. Вот я поднес курсор. Начинаю перемещать. Все, я отпустил. И он опять зафиксировался, этот паз. Я сейчас за эту точку уже не могу перемещать. Я сейчас опять отобразил ограничения. Но все уже. Я никуда уже не могу перемещать. То есть одна попытка есть, чтобы паз поставить в то место, куда нужно. Давайте откатимся назад. Нажмите отменить. Либо Ctrl Z. Вот до этого момента. И сейчас, как я уже сказал, мне вот эту точку нужно совместить с центром дуги. Он где-то здесь. Запускам с панели ограничения команду Объединить точки. Если вы не находите центр, можно нажать по кнопке. Вот. Сначала указать объект, а затем точку. Давайте укажем объект. Вот этот. И вот она. Вот центр. Видите? Давайте кликнем. Все. Я указал эту точку. Далее сюда опять же кликнул, чтобы указать вот эту точку. Вот кликнул и совместил. Вот видите, какой фокус непонятный. То есть один раз можно переместить, и все. Второй раз уже нельзя. Вот. Первый паз я вставил. Сейчас завершу команду. Опять же, воспользуюсь библиотечным элементом. Вот паз. Два раза кликнул. Здесь уже размеры. Давайте посмотрим на чертеж. Общий размер 19 здесь указано. Ну, а этот диаметр здесь указан. Он 11 миллиметров. Сверну. То есть у нас длина 19. Ну, а ширина 11. Так, я здесь не выбрал с разрушением. Если я сейчас выберу с разрушением, размеры сбросится. Давайте я сначала вставлю, и потом разрушу. Вот как я говорил, я сейчас вставил паз без разрушения. Вот. Про эти две точки я говорил. Вот за эту точку я могу его перемещать, но я не могу привязать за эту точку. Вернее, за эту могу привязать, но мне нужна сейчас вот эта точка. Вот за эту точку я не могу. Пока его не разрушу и не отображу ограничения, и пока не удалю ограничения фиксации. Вот такая вот сложность здесь есть. Посмотрите, я сейчас для примера покажу. Запускай команду объединить точки. Вроде бы точка выбирается. Вот я кликаю по ней, а она сюда не добавляется в объекты. А вот эта точка добавляется. Вот это нет, странно. Завершу команду. Сейчас я разрушу этот объект. В контекстном меню выбираю разрушить. Все, я разрушил. Сейчас опять же кликну куда-нибудь по объекту. Ограничение объекта отображу. Нажимаю клавишу Escape. Вот опять же фиксацию я удалю. Раз, фиксацию, два. Ну и сейчас уже я могу объединить точки. Запускай команду объединить точки. Указывай первую точку. Так, дуга здесь выбралась. Давайте вот удалю. Вернее, отключу этот параметр. Укажу первую точку и укажу вторую точку. Все, посмотрите. Эскиз у нас готов. Вот с такими нюансами нужно столкнуться для того, чтобы создать два паза по размерам. Не выходя из режима эскиз, запустим команду вырезать выдавливание. Здесь весь эскиз попал. Я его удалю. Сейчас эскиза не видно, потому что у меня все вспомогательные объекты отключены. Я вот эскиз один включу и укажу область, которую нужно выдавить. Так, куда-нибудь кликну. Укажу вот эту вот область. Вот так нужно аккуратно указывать. Вот кликнул. Так, здесь я выберу до объекта. Укажу вот эту грань. Выполню выдавливание. Команда активна. Сейчас я укажу вот эту область. Вот эту область буду выдавливать на расстояние и расстояние 6 мм. Нажимаю ОК. Посмотрите, я выдавил. На панели «Быстрый доступ» скрою отображение всех вспомогательных объектов. Все закрою, откачусь назад. Посмотрите, ошибок никаких нет. То есть вот этот элемент легко. Угол у него меняется без поворота тел. Но с пазами здесь, конечно, придется повозиться. И давайте посмотрим массу. Масса 0,359,03. У меня вот такая масса получилась. Я вам показал, как в Компас 3D создать два варианта деталей. Если вы столкнулись со своими трудностями при создании данной модели, то напишите об этом в комментариях. Также не забывайте подписываться на мои другие соцсети. Яндекс Дзен – это полная копия моего YouTube-канала, Телеграм-канал и группа ВКонтакте. Все ссылки будут в описании. Обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить ничего интересного. Желаю вам успехов. До встречи в следующем видео. Всем пока.